Всем добрый вечер! Предлагаю вашему вниманию серия марок открытия первого заседания в новом здании Рейхстага в городе Поздаме 1933 год. Еще называют эту серию марок Фридрих Великий. Серия в обращении с 12.04.1933 по 31.12.1935 года. Дизайн данной серии марок был создан по картине Афон Мензела. Фридрих II Великий носил фамилию Фриц, изображающий портрет Фридриха Великого в преклонных годах. Фридрих Великий родился 24 января 1712 года, старший сын Фридриха Вильгельма I прусского короля 1688-1740 и его жены София Дороти, дочери английского короля Георга I. Отец Фридриха хотел, чтобы он пошел по пути военной карьеры, но Фридрих протестовал против этого желания. Он посвятил свою жизнь изучению языков и литературы. В 1732 году он был возведен в ранг полковника, а уже в 1740 он стал королем Пруссии. На протяжении своего правления он сумел завоевать Силезию в 1742 и Богемию в 1744. Пруссия в период правления Фридриха Великого также участвовала в 7-летней войне против Австрии 1756-1763. Умер Фридрих в Сан-Суси возле Пасдама 17 августа 1786 года. Адольф Гитлер считал Фридриха Великого одним из величайших политических военных деятелей в истории. Он также находился под влиянием документальных работ Фридриха, которые периодически пересчитывал. У Гитлера всегда при себе имелся портрет Фридриха Великого. Фридрих Великий был кумиром Гитлера. За несколько часов до совершения суицида в собственном бункере Гитлер передал этот портрет Хансу Бауэру, своему личному пилоту. Во времена Третьего Рейха короля Пруссии было принято изображать как одинокого борца, для которого не существует любви и прочих сантиментов. Делалось это с постоянной глядкой на Адольфа Гитлера. Он, согласно официальной нацистской версии, был чужицей любых плоских и вообще житейских радостей. Национал-социалистическая пропаганда превратила образ прусского короля в один из символов немецкого возрождения. О жизни Фридриха ставились многочисленные фильмы, спектакли, публиковались научные и литературно-худорственные сочинения. Фридрих часто изображался на открытках и плакатах. По количеству изображений Фридрих мог бы потягаться со самим Гитлером. Так как был дорог этот образ немецким национал-социалистам. Состояние марок. Марки хранятся у меня в клемм-тошах. Состояние марок смотрим. С обратной стороны клей с наклейкой. Эту серию выставляю на аукцион. Марки с номиналом. Вот наклеечка. Клей тоже имеется. Марка номинал 12 фенингов. Красная. Фиолетовая марка номиналом. 25 фенингов. И зеленая номинал 6 фенингов. Марки с клеем. Вот клей блестит, видно. С клеем. С наклейкой. Серия не частая. На аукционах встречается довольно редко. Сейчас продаю. Если кого-то заинтересовало мое видео, ставьте лайк, пожалуйста. И подписывайтесь на мой канал. Удачных торгов!